МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внезапный общественный контроль в 112-й школе Донецка. Народные контролеры обращают внимание, соответствует ли суточное меню двухнедельному, поданное гороном. Активисты проекта «Народный контроль» решили убедиться, справляются ли работники пищеблока с организацией питания для 700 учеников. Сколько у вас всего тарелок вы за день молите? Это 100, 200, 400 тарелок? Много. Мелких тарелок немного моем. Насколько чисто в столовой одной из самых больших школ республики? Я ухожу, не увижу, чувствую. Мы не видим здесь осыпавшейся штукатурки. И почему в ней родителям приходится дежурить каждый день? Что же их беспокоит? Мы с родителями периодически дежурим, наблюдаем за процессом питания детей. Активисты разобрались, обманывает ли поставщик подменой продуктов для ежедневного меню. Мы должны увидеть в суточном наличие тефтелей рыбных соусом и сметанным, рис отварной. Василий Натальевич, есть? И что же происходит на кухне? Мы специально заглянули везде, чтобы потом рассказать вам правду. Мы видим, что у вас много инструкций и правил. Для чего это все вам необходимо? Как вы этим пользуетесь? Смотрите прямо сейчас. 112-я школа – одна из самых больших в республике. Находится она в спальном районе текстильщика и в ее стенах обучаются около 700 ребят. С полной уверенностью можно предположить, что с таким количеством детей работникам столовой сложно справляться, а потому там могут допускаться нарушения. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эти подозрения, народные контролеры отправляются вовнутрь. На том, что учатся здесь так много детей, уважаемые телезрители, свидетельствуют вот эти вот вешалки. Их здесь около 14. И на всех них висят курточки учащейся этой школы. Ну, а наша задача, конечно же, проверить не гардероб, а пищеблок. Пойдемте туда. В первую очередь, народные контролеры обращают внимание, соответствует ли суточное меню двухнедельному, а также обращают внимание на санитарные нормы. Здесь у вас можно помыть руки, да? У вас очень много умывальников. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 умывальников. И там еще дальше. Все работает. Есть мыло, мы видим, но полотенце для кого-то? Вот есть и такое, и такое. А это для кого? Мы же знаем, что полотенце должно быть или индивидуальными, да? Или такими вот бумажными. Ну, бумажные, да, мы увидели. А это для кого полотенце? Это, ну, такая необходимость. Хорошо, пойдемте разберемся с двухнедельным меню. На него, как обычно, обращает внимание Василий Анатольевич, и он будет сейчас разбираться, все ли там в порядке. А как родители могут ознакомиться с меню? Они... А у нас есть. Здесь стенд, да? Здесь нас встречает работник столовой. Татьяна Михайловна, мы вместе с Василием Анатольевичем увидели с вами суточное меню, которое предназначено для первых, четвертых классов. Для пятого, одиннадцатого класса мы не разобрались, что это такое. Комплекс один мы видим, комплекс два и комплекс три. А это меню свободной продажи. Они могут купить порции, понимаете? Вот, пожалуйста, у нас первый комплекс 10 рублей. Второй комплекс 25 рублей, это второе. Вот, каша пшеничной арты, гуляшка, говяжий, огурец соленый, чай сахаром, лепошка закусочная. И эта самая группа продленного дня, у нас детки некоторые продленные, 35 рублей. Они в любой момент могут то ли первый комплекс купить, то ли второй комплекс, то ли тренинг. Да, да, да. И у нас идет витаминизация детей. Поэтому у нас идет салат со свежей капустой по сезону, понимаете? Да, да. Потом сейчас идет салат со свежей капустой. Свекла. Вот, и кладбарная у нас. Вот, и винегирки делаем. Тоже согласно к личному. А двухмедельное вне меню, где у Вас находится, потому что мы его здесь увидели. Можете показать? Давайте прыгнем. Пойдемте, посмотрим. И у Вас даже все так развешено, да? Это кто так придумал? Расскажите зрителям. Ну, как кто придумал? Мы решили, чтобы всем было доступно, чтобы было видно на видном месте. Поэтому мы так и сделали. Сейчас мы хотим сравнить, насколько двухнедельное меню соответствует суточному. День съемки – четверг. Ну, и, соответственно, исходя из двухнедельного меню, мы должны увидеть в суточном наличие тефтелей рыбных, соусом и сметанным. Рис отварной. Василий Анатольевич, есть? Есть. Яйца вареные есть? Яйца вареные есть. Овощи натуральные, сезонные есть? У нас есть овощи консервированные. Хорошо. Чай с сахаром? Чай с сахаром. Мармелад? Мармелад. И хлеб пшеничный? Соответственно. То есть все в норме. Дети пытаются полноценно. Вы видели из наших программ, что поставщики пытались вводить заблуждение. Вместо заявленного двухнедельного меню они заменяли совершенно другие продукты. Более, возможно, дешевые и, возможно, даже менее качественные. Первое, с чем справилась 112-я школа, это с тем, что здесь двухнедельное меню соответствует суточному. То есть здесь поставщик не обманывает ни родителей, ни школьников. Теперь расскажите о поставщике. И какой он политике придерживается, учитывая, что питание-то у нас государственное, то есть оно финансируемое, и глава за ним очень тщательно следит. Вот и расскажите, какая политика, куда деньги тратите и как стараетесь их расходовать, чтобы дети получали полноценное питание? Бюджетные средства расходуются... Ну, как сказать... Рационально. 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 Ну, вы видели, в других школах представится подменить двухнедельное меню суточными. То есть вместо вот этого продукта, мармелада, дают что-то другое, менее дешевое. Я не знаю, как в других школах. Я знаю, что в нашей школе 112-я всегда мы работаем согласно примерному меню. И последний вопрос. Мы только что, директор, узнали, что здесь учатся около 700 детей. Сколько из этих 700 детей питается в вашей столовой? Ну, питается у нас 300 человек. Но это 300 человек только бюджетники. Так, отдаем двухнедельное меню. Спасибо. Здесь вы испытания прошли. Наша задача теперь, после того, как мы удостоверили, что двухнедельное меню соответствует суточному, теперь посмотреть, насколько чисто в самой столовой, где питаются дети. Давайте посмотрим на чистоту на подоконниках. Все ли здесь чисто? Мы видим, что очень чисто на подоконниках. Здесь вот даже цветы. Не увижу здесь, я чувствую. Все очень чисто. Посмотрите, позаботились о том, чтобы сохранить здесь тепло. Окна заклеены. Здесь, уважаемые телезрители, чисто. Пойдемте дальше. Так, здесь под батареями тоже, обратите внимание, чисто. Мы не видим здесь осыпавшейся штукатурки. Пойдемте теперь дальше. Мы увидели, что и в самой столовой здесь все чисто. Дмитрий Петровна, к вам вопрос. Вы бывали уже в этой школе и можете сравнить ваши визиты без видеокамеры и сегодня? В принципе, замечаний, нарушений не было выявлено. Ну, давайте. Сегодня, с которой присутствуют родители. Даже родители. Мы сейчас спросим родителей. Можно с вами познакомиться? Конечно. Что вы делаете здесь с тобой? Мы с родителями периодически дежурим, наблюдаем за процессом питания детей. Я сегодня наблюдала, как происходит процесс питания. Анатолия, в каком классе учится ваш ребенок? Мой ребенок в четвертом классе. В четвертом классе. Можно, какие-то записи вы ведете, да, как мама, я так понимаю? Смотрите, мы даже видим, что у вас под рукой почему-то книга жалоб, отзывов и предложений. Ну, и мы видим, что у вас книга общественного контроля за организацией питания. Зачем вам это все необходимо? Я рассматривала записи, какого мнения родители с других классов, со старших классов, с младших классов, какого мнения вообще о процессе питания, о столовой, о поварах. Давайте посмотрим, какое мнение. Давайте, что пусть все республика видит. Настолько все серьезно здесь в этой школе 112, что родители вынуждены контролировать. Конечно, нет. Родители не вынуждены. Родители делают это с удовольствием. Тут родители оставляют свои отзывы, уважаемые телезрители. Вот одна из мам говорит, что сегодня она посетила столовую, где питается ее сын, ученик 2-го В-класса. Помещение столовое просторное, пишет она, чистое. Понравилось разнообразное меню, запеканка творожная. Очень понравилось ее ребенку. Итак, уважаемые телезрители, вот это первый отзыв, который мы увидели в этой книге. Здесь очень много отзывов, я вижу. Тут очень. Родители приходят, много чего пишут. Мы не видим негативных отзывов. Вы просматривали, есть негативные отзывы? Нет. Негативных отзывов нет. Ну что ж, это мнение родителей, мы не можем не считаться с ними. Это впервые в истории программы народной контроли. И я думаю, что удивляться многие телезрители программы народной контроли, чтобы родители приходили и дежурили в столовой. Это диковинка, мне кажется. Ну, в этом ничего такого страшного нет. Во-первых, мы пробуем порции детей, чтобы мы действительно убедились, что все качественно. Я никогда не переживала, что мой ребенок съест что-то некачественное или плохое, или не вкусное. Я довольна претензией. Теперь наша задача посмотреть, что же происходит на пищеблоке. И туда уже собираются народные контролеры местного комитета. Ну что же, уважаемые зрители, мы пообщались с родителями. Мы изучили двухнедельное меню, которое соответствует суточному. Мы посмотрели на чистоту в самой столовой. В зале все чисто, жвачек под столами мы не заметили. Ну и мы не обнаружили даже пыли на подоконниках или пауков под батареями. Абсолютно. Пойдемте на пищеблок. Мы видим, что большой такой пищеблок. С вами видим, что здесь работники столовой заботятся о том, чтобы у них были информационные стенды. Видим, что рабочее место содержите в чистоте, они призывают. Мы видим, стол чистый. Видим, что маркируют они посуду. Видим, какие-то бедра тоже маркированные с индивидуальными какими-то полотенцами. Дальше. На подоконниках давайте посмотрим, все ли чисто. Мы объективно все рассматриваем для того, чтобы все было чисто. Здесь пищеблок должна быть хорошая чистота. Здесь мы видим оборудование, тоже маркированное. Здесь какая-то жидкость, вот хранится, да. Здесь морозильная камера, она низкотемпературная. Соответственно, в морозильной камере должна быть продукция идентифицирована, чтобы мы должны понимать, что это продукция. Но здесь ведут температурный режим. Давайте сам посмотрим. Здесь минус 20. Это хорошо. Значит, здесь следят за тем, чтобы продукция не портилась. Ну и, соответственно, видите, ведут журнал температурного режима. Давайте посмотрим. Дата съемки сегодня седьмое сегодня, да? Смотрите, седьмого они отметили температуру этого холодильника минус 20 утром. Температурный режим проверяется два раза в сутки, значит, здесь нарушений нет. Идемте дальше. Я всегда обращаю внимание на наличие индивидуальных полотенец у работников. От директора школы мы узнали, что здесь пять работников пищеболка. Пять, правильно? Значит, должно быть пять полотенец. Раз, два, три. Еще не хватает двух. Одно на вас? Да, одно на мне. И второе, я так понимаю, что мы увидели на табуренке. На спинке стула, да. Да, да, да. Для кого это полотенце тогда? Вот одно? Это как прихватка, понимаете? Прихватка. Допустим, берешь кастрюли. Это прихватка. Хорошо, согласен. Работник кистового должен убирать всю грязь под ногтями. Три щетки мы насчитали. И дезинфицирующие средства для рук, обратите внимание, есть. Мы видим, что у вас много инструкций и правил. Для чего это все вам необходимо? Как вы этим пользуетесь? Дело в том, что каждый ковар, даже работник пищеблока, который приходит на праздничество работать, он должен знать должностную инструкцию. Для этого у нас существует должностную инструкцию. Хорошо. У вас здесь 5 работников в столовой, соответственно, должно быть 5 санитарных книжек. Обратите внимание, раз, два, три, четыре, пять, вот у пяти работников есть санитарные книжки. Людмила Петровна занималась осмотром документации. Что можете сказать о документах, которые вы здесь увидели? Нарушения, замечания не обнаружили. В этой столовой, уважаемые телезрители, поверяют не только весы, но и гири. Обратите внимание, здесь около пяти гирь, все они поверены, и об этом свидетельствует соответствующий паспорт. Все здесь поверяют, все точно взвешивают. Пойдемте дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у вас тут такое в темное место поместили, да, для того, чтобы мыли посуду. Расскажите, вот как нужно правильно мыть посуду, чтобы дети были в безопасности и все было чисто? В щелочном растворе я мою посуду. На 10 литров воды я добавляю 200 грамм калицинированной соды. Ну, правильно. При температуре 40 градусов, это первая раковина. В третьей раковине я мою подпроточную воду при температуре 65 градусов. Сколько у вас всего тарелок вы за день моете? Это 100, 200, 400 тарелок. Много. Мелких тарелок мы много моем. А как вы подбираете персонал для своего пищеблока? По каким критериям? Ну, по каким критериям? Я смотрю, во-первых, сначала, как человек себя ведет, во-первых, это раз. А затем, должно быть соответствующее образование, ну, хотя бы это самое. Вот Татьяна, она у нас молодец. Она у нас чистоплотная. Вот. Она всегда соблюдает все требования, работает согласно санитарных вот этих инструкций. Ну что ж, закончился наш общественный контроль в столовой и на пищеблоке 112-й школы. Напомню, что этот общественный контроль проходил в присутствии народных контролеров местного комитета во главе секретаря Кировского комитета Людмилы Петровны Тумановой, а также, конечно же, в присутствии Центрального комитета народного контроля в лице заместителя главного народного контролера республики Василия Анатольевича Перцева. Общественный контроль был нестандартен тем, что в нем участвовали даже родители этой школы, что является в диковинку, так как, будучи в различных школах, мы не видели того, чтобы родители принимали активное участие в контроле над тем, чем питаются их дети. Общее резюме. Вначале, когда мы зашли с вами в столовую, мы увидели с вами раковины, мы увидели, что у детей есть возможность придя с улицы сразу же помыть руки и потом принимать пищу. Мы увидели с вами сухие полотенца, однако рядом с одноразовыми бумажными полотенцами мы увидели также одно полотенце, которого быть не должно. Таковы санитарные требования, потому что по санитарным нормам у каждого то ли работника, то ли у ребенка должно быть свое индивидуальное полотенце. Но директор пообещала, что уберет полотенце, она будет убрана. Что касается плюсов, здесь мы увидели, что в столовой ведется даже книга жалоб и предложений. Ее тщательно изучала мама Наталья. Все родители довольны и все выражают благодарность. Мы здесь не увидели ни пауков, ни паутины. Подоконники вытираются, следят здесь работники столовой также и за чистотой столов. Под столами мы не нашли жвачек, которые обычно любят клеить ученики. Здесь чисто. Мы также взглянули с вами, конечно же, на пищеблок. Людмила Петровна, вы были первая на пищеблоке. Что вы можете сказать? Нарушения и замечания не выявлены. Мы также не выявили нарушения, которые касаются соответствия двухнедельного и суточного меню. Мы также выяснили, что вы не подчиняетесь директору, но тем не менее вы стараетесь добросовестно исполнять свои обязанности. Мы это видели. Вы обращаете внимание на подбор персонала, ну и следите за тем, чтобы все все делали правильно. Да, да. Ответственность за организацию питания лежит на мне как директоре и на моих заместителях по функциональным обязанностям. Конечно же, мы контролируем качество приготовления пищи, чтобы меню соответствовало утвержденному меню, ну и чтобы порции соответствовали весу. Наталья, вы как мама в итоге контролеры на все обратили внимание, или вы, может быть, с чем-то не согласны? Я совсем согласна. Контроль был объективный. Претензий нет. Здесь хорошо проводится родительский контроль. Здесь родители присутствуют. Каждый день они меняются. Каждый день новый родитель присутствует в столовой. Он наблюдает, чем и как качественно кормят детей. Я думаю, это плюс. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова